Главная тема дня, насколько грязно в Омске этот вопрос приехали обсудить москвичи. Ну, со столичными специалистами сегодня встретились омские экологи, представители предприятий и местной власти. В руках у гостей оказались итоги исследований общественного мнения, а у омичей результаты мониторинга окружающей среды. Моя коллега Алла Аксенова представит общую картину. Пять лет назад Минприроды России отвел Омску место аутсайдера в экологическом рейтинге городов страны. 81 место из 82. Отвратительным в Омске признали качество воды, обращение с отходами, транспортную систему и, наконец, работу властей по управлению воздействием на окружающую среду. В 2013-м, по данным того же Министерства природы, Омск попал на восьмое место в рейтинге экологичного развития. Современную ситуацию нашего регионального центра приехали обсудить московские эксперты клуба всероссийского изучения общественного мнения «Платформа». Омск также выбраны не случайно, потому что не секрет, что город в последнее время, в последние месяцы так плотно попал, стал частью федеральной информационной повестки. На федеральном уровне регулярно звучат какие-то вести из Омска, а, как правило, они выглядят в таком немножко перевернутом свете, очень много негатива. Есть вот этот известный образ ужасного Омска. То есть вот ужасный Омск, ужасный Омск, амскизация России, то есть это так довольно упорно крутилось некоторое время. Прибыль сюда, мы никакого ужасного Омска, в общем-то, не обнаружили. Чтобы понять, что угрожает чистоте Омска, москвичи провели опрос среди местных жителей. Мусор на улицах участники исследования поставили на первое место. Получилось, загрязняют город сами о мече. Власти мыслят шире и не считают бытовые отходы главной угрозой. Бытовые отходы, они, по сути говоря, не опасны. Четвертый, пятый класс опасны с экологической точки зрения. Никто не обращает внимания, что в городе Омск серьезно решены вопросы с промышленными отходами. У нас один из немногих городов Российской Федерации, когда у нас есть полигон по захоронению промышленных отходов. Вот за последние годы, если прочитать, 400 тысяч тонн отходов промышленного производства вывезено на этот полигон, который раньше бы складировался в территории города. Еще сильно загрязняют Омск, по мнению жителей, выбросы предприятий и выхлопы от автотранспорта. Официальная информация омских гидрометеорологов. Воздух в черте регионального центра содержит в себе по убыванию формальдегид, пыль, окись углерода, диоксид азота, аммиак, сажу, фенол, тулуол. Почти все вещества в пределах допустимой нормы. За границами на 14 июня только формальдегид, а до целой 1,1 ПДК в Советском округе. Власти считают, что урон окружающей среде от предприятий невелик. Хочу обратить внимание, смотрите, крупнейшие предприятия города, которые могут и по общественному мнению оказывать влияние, нефтезавод, энергетики, техуглерод, они разработали проекты санитарно-защитных зон. И вот, опять же, удивительно было сказать, но заключение санитарной службы говорит, что никаких рисков здоровья человека от воздействия от предприятий нет. Между тем, 11 предприятий в Омской области не гарантируют людям безопасность своих выбросов. Они, как предписывает законодательство, не создали специальные санитарно-защитные зоны вокруг производств, а значит, не контролируют выбросы вредных химических веществ в воздух. За нарушение региональная прокуратура оштрафовала 10 должностных лиц, а суд по искам прокурора заставил предприятия установить защитные зоны. Встреча столичных и омских экологов не пройдет бесследно, заверили организаторы. Весь имеющийся материал об экологическом развитии Омска обобщат и направят в органы госвласти, чтобы те получили полное представление, как живет и чем дышит Омск. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Антенна 7.